Он нашел вход. И он нашел вход. И этот тоже узнал, где вход. Они тоже тут. Причем давно, хитрецы. А ты знаешь, где вход? Вход тут, инвесторы Кэшбэри. Присоединись сейчас, количество мест ограничено. Ссылка в описании. Стив Роджерс, герой Второй мировой войны и самый первый Мститель, которого все знают как Капитана Америку, был представлен публике, дающим Гитлеру по морде на обложке своего первого комикса. Вы наверняка уже слышали про то, что он провёл во льдах не один десяток лет и про его непростые отношения с Тони Старком, но других важных деталей о жизни Стража Свободы наверняка не слышали. До этого ролика. Он тренировал почти каждого Мстителя. Капитан Америка – один из лучших борцов ближнего боя во вселенной Марвел, благодаря его огромному опыту, тренировкам, увеличенной силе и рефлексам. Он тренировал практически каждого героя, который прошёл через команду Мстителей. Среди его учеников были несокрушимый Железный Человек, Женщина-Халк, Соколиный Глаз и даже Мэри Джейн Уотсон. Его надо называть Тренер Америка. Несколько Бакки Верный друг Стива, Бакки Барнс, известен не меньше, чем сам капитан. Он был талисманом в военной части, в которой разместили Роджерса в первые дни Второй мировой. Кэп взял Бакки в своё окружение. Барнс был объявлен погибшим, так же как и Кэп, после авиакатастрофы. Капитан попал в гибернацию и друг его тоже вернулся спустя десятилетия, называя себя «Зимним солдатом». Роджерс в итоге нашёл себе другого товарища посовременней, Рика Джонса. Рик был напрямую замешан в инциденте, при котором был создан Халк, что послужило тревожным сигналом и привело к созданию Мстителей. Его приняли в отряд как честного члена команды, и он поддержал Кэпа, когда Стиву нужен был напарник. Он был его боевым партнёром и даже на какое-то время носил старую форму Бакки. Их отношения долго не прожили, но Джонс в итоге был помощником чуть ли не каждому во вселенной Марвел. Заменён Чёрной пантерой В комиксе Мстителей номер 47 Кэп решает на какое-то время оставить команду и отправиться в собственное путешествие, которое привело его в Ваканду. И там он повстречал человека, который смог бы достойно заменить его. Чалла помог капитану порушить планы барона ЗМО по уничтожению США с помощью продвинутых технологий и отправился вместе с ним в Америку, по дороге обдумывая предложение вступить в ряды Мстителей в качестве замены. Он быстро доказал, что достоин, сразившись со Жнецом Гримом, и был принят в команду. После этого капитан изредка появлялся в качестве камео, но спустя три года снова стал Мстителем. Сокол и Красный Череп Сэм Уилсон, Сокол, был верным другом и союзником капитана несколько лет. Их формальные отношения начались ещё в 71-м, в 133-м выпуске комикса. Но если бы не очередная попытка Красного Черепа убить капитана, они бы не сдружились. В Капитане Америка номер 117 Стива Роджерса ссылают на мистический остров, подменив его тело телом Красного Черепа. Находясь там, капитан маскируется под обычного парня и натыкается на Уилсона, любителя птиц из Гарлема, который тренировался вместе с Кэпом. Вместе они одерживают победу, Кэп своё тело назад получает, а Уилсон закрепляется в роли борца с преступностью и берёт имя Сокол. Капитан Америка и другие Капитаны Америки Стив Роджерс – самый знаменитый Капитан Америка, однако не он один носит это имя. Он сильно разочаровался в Америке, бросил своё прозвище и взял имя на мат. Имя Капитана Америки было свободным и трое каких-то чувачков на него претендовали. Двое откололись, как только поняли, насколько опасна эта работа, а вот третьего, Роско Симмонса, учил сам Сокол. К сожалению, Роско принял свой печальный конец от рук Красного Черепа, из-за чего Роджерс вернулся к должности, чтобы остановить его. Позже, покорённый страхом изменить своим принципом, он официально сдаёт своё имя Джону Уокеру, Суперпатриоту. Зато на это время он был независим под именем Капитан. Уокер даже хранил щит Роджерса на это время. Джон Уокер позже стал агентом США, когда Роджерс опять вернулся к своему имени и роли. Вдобавок ко всему, Баки Барнс и Сэм Уилсон тоже меняли свои личности, однако в отличии от них Роджерс всегда находил путь домой, будь то смерть, пенсия или просто обычный комиксный лимб. Настоящий Капитан, встаньте пожалуйста В 2016-м Марвел перезапустили Капитана Америку. Стива Роджерса представили в невероятном свете, устроив самый неожиданный поворот в истории. В конце выпуска Роджерс убивает своего напарника Джека Флэга и говорит два слова, которые повергли в шок всех фанатов. Хайль Гидра В итоге оказалось, что Роджерса реконструировали с помощью Космического Куба, после того, как он пережил клиническую смерть. Красный Череп использовал Куб несколько раз, чтобы переписать всю историю Стива Роджерса и выставить его в качестве секретного агента Гидры. Как можно догадаться, настоящий Капитан Америка нашёл способ освободиться от памяти Куба и снова смог одарить своего извечного врага. Из чего сделан щит Щит Капитана – это, наверное, самый символичный аксессуар из всех супергеройских предметов. Он не только неуязвим, но ещё и поглощает почти всю кинетическую энергию, что позволяет ему отражать удары Халка и Тора, не улетая в космос. В оригинале он сделан не на 100% из вибраниума. И это сплав, разработанный учёным Мироном Макклейном по чистой случайности. Правительство США поручило Макклейну создать суперсильный металл, чтобы использовать его для танков, и в одну из ночей учёный просто уснул. Он проснулся и обнаружил, что металлы, с которыми он работал, неожиданным образом слились. Он заливал металл в округлую форму и делал танковые люки. Правительство наградило Капитана щитом после того, как он доказал свою полезность после боя, а Макклейн так и не смог потом повторить свой успех. Хотя аналогичные попытки в дальнейшем привели к созданию Адамантия, другого невероятно прочного металла, из которого сделан скелет Россомахи. Копии щита Кэпа использовались для различных целей несколько лет, но сам Кэп всегда предпочитал оригинал. Как и сам Кэп, щит его уникален. Умение бросать Бытует заблуждение, что щит Капитана сделан по какой-то супертехнологии и поэтому всегда возвращается как бумеранг. Но это не так. Его способность поглощать и рассеивать энергию заставляет щит летать до тех пор, пока кто-нибудь его не схватит. Учитывая это, Капитан всегда может спрогнозировать его траекторию с довольно высокой точностью. Грамотно им владеть – это серьёзный навык, который можно назвать сверхспособностью. И это довольно важный навык, потому что оба его верных помощника, Сэм Уилсон и Баки Барнс, довольно долго пытались овладеть этой техникой, обучаясь у Кэпа, как в полной мере использовать щит. Хотя найдётся один Мститель, для которого владение щитом не является проблемой. Клинт Бартон – Соколиный Глаз. Он не просто герой, но ещё и мастер баллистики. Очень интересно, что под капитановские стандарты подходит самый недооценённый член команды. Спасибо за просмотр! Подписывайтесь на наш канал и посмотрите ещё видео, которые, мы уверены, вам понравятся!